Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Михеева Нина. Сегодня мы с вами проведем на вебинар на тему организации работы удаленных и распределенных команд. Данный вебинар у нас будет записан и потом доступен в рекординге для тех участников, кто не смог присоединиться, потому что многие из вас писали о том, что были технические трудности. Итак, начнем. Для начала я хотела бы представиться, сказать несколько слов о себе, чтобы вы понимали, откуда я знаю все то, о чем я буду вам сегодня рассказывать. Итак, уже более 10 лет я работаю в HSBC банке. Чтобы вы понимали, HSBC группа представляет собой по-настоящему глобальную организацию, своим присутствием охватывающую более 60 стран по всему миру. Понятно, что в своей ресурсной модели наш банк активно использует виртуальные команды. В частности, вот подобным образом организована работа проектных менеджеров, менеджеров программ, портфолио менеджеров. У нас все проектные менеджеры сформированы в ресурсные пулы. У каждого проектного портфолио есть свой ресурсный пул. Если говорить обо мне, то я специализируюсь на областях IT-инфраструктуры, IT-рисков. Вернее, так, я долгое время занималась исключительно этими областями, но в последнее время я перешла в другое портфолио и занимаюсь проектами в области оптимизации бизнес-процесса банка. В мои обязанности входит реализация глобальных внедрений HSBC группы и, соответственно, для каждого из своих проектов я использую виртуальные ресурсы. Причем, что раньше я более активно использовала виртуальные ресурсы, так как для IT-проектов это гораздо более актуально. Основной задачей вебинара для меня будет, во-первых, поделиться своим личным опытом работы с удаленными командами, рассказать, как именно я организовываю работу над проектами, а также осветить основные трудности, с которыми мне приходится сталкиваться. В заключительной части я также расскажу вам о методах повышения эффективности работы, которые лично я использую в своей работе. Сначала определимся с комплектом виртуальных команд. Что же это такое? Виртуальная команда – это некая географически распределенная группа сотрудников, которые работают над одним проектом, над одной задачей. Несколько слов я также хотела сказать о формирующих факторах, то есть о тех драйверах, которые приводят к появлению на рынке виртуальных команд в принципе. Что именно заставляет крупные, особенно глобальные организации, все больше и больше в своей работе использовать виртуальные ресурсы. Первым фактором, таким фактором номер один, конечно, является экономия на ресурсах, экономия на издержках. Понятно, что будучи глобальной организацией, вы просто не можете себе позволить в каждой отдельной стране иметь сотрудников с дублирующими друг другу функциями. Это совершенно неэффективно. Гораздо логичнее вам будет создать некие ресурсные полы, где будут сотрудники, пусть даже и распределенные по разным местам, но тем не менее осуществляющие какие-то однотипные функции, и ресурсами этих пулов уже будут пользоваться все остальные страны, участники бизнеса. Вот этот фактор, знаете, даже если абстрагироваться от каких-то крупных глобальных организаций, он в принципе такой очень важный для развития развития виртуальных команд. Почему? Потому что даже, вот скажем, взять какую-то небольшую контору с офисом в Москве, то совершенно очевидно, что, скажем, норма часа московского разработчика, который будет ходить к вам в офис, и более того, вам нужно еще ему будет предоставить рабочее место, компьютер и прочее. Так вот, стоимость этого нормы часа для вас лично будет несоизмеримо выше, чем удаленного разработчика, скажем, где-нибудь из Самары. Второй фактор – это внедрение единых стандартов процессов работы. Вот здесь уже речь больше идет о контроле. Дело в том, что единые стандарты, процессы, как правило, очень важны для крупных организаций. Это в конечном счете позволяет внедрять эффективные инструменты контроля для той или иной команды. И понятно, что обеспечить следование единому стандарту для организации будет проще в одной, пусть даже и очень большой виртуальной команде, чем во множестве отдельно взятых стран, локейшн функций. Последний фактор – наличие или отсутствие экспертизы в тех или иных местах. Представьте себе, да, так тоже бывает. Здесь в качестве примера я бы хотела, наверное, привести одну из наших Legacy-систем. То есть Legacy-система – это такая система, которая очень-очень давно была написана и, соответственно, использует сейчас уже устаревшие технологии, крутится на платформе, которую вендор давно не поддерживает. И основная ее проблема в том, что те люди, которые изначально занимались разработкой, развитием этой системы, они уже организацию покинули или, скажем, уже на пенсию вышли или уволились. А новых специалистов на поддержку этой системы привлечь не так-то просто. Дело в том, что центральная команда у нас находится в Великобритании, и молодые специалисты, которые выпускаются из ВОЗов, они не хотят такими технологиями заниматься. Как выход из этой ситуации решили сделать такой некий там search по Европе. Оказалось, что очень выгодно нанимать разработчиков решения и стоит недорого, и, в принципе, довольно качественные ресурсы, там много молодых специалистов, что было сделано. Таким образом у нас сформировалась команда в Польше, которая стала работать совместно с центральной командой в Великобритании и делиться своим опытом, скажем так. Постепенно эта команда развивалась, там появились специалисты уже в других местах, там в Индии, Китае, неважно. Важно, что для конечных пользователей это все равно абсолютно осталось прозрачным, они все так же обращались там на единый ящик саппорт, а уже ресурсные менеджеры это распределяли, эти заявки, обращения по разным местам. Так вот, отсутствие экспертизы в Великобритании привело к появлению, скажем так, совершенно новой команды в других местах. Следующее, да, вот это пример распределения ресурсов. Здесь я схематично изобразила, просто каким образом в принципе могут быть организованы распределенные команды в глобальной организации. Вот в частности, именно такая ресурсная модель существует в нашей группе. Несмотря на то, что для какой-либо определенной функции всегда есть своя центральная команда, которая вот именно у нас в банке, например, базируется в Великобритании или в Гонконге. Обратите внимание, что здесь также на схеме я указала региональные, да, команды. То есть в каждом из регионов есть своя региональная команда, которая обслуживает задачи, где задействован тот или иной регион. Помимо региональных и центральной команды есть такие страны, у которых либо в силу регуляторных особенностей, либо в силу особенностей просто ведения бизнеса в этой стране. У них там все свое, понимаете, то есть они очень мало используют виртуальные ресурсы. Например, Германия, Швейцария, в какой-то мере и Турция тоже. И соответственно, когда у вас идет развертывание какой-то глобальной инициативы, помимо того, что вам просто нужно привлечь специалистов из центральной команды, вам также нужно привлечь специалистов в каждой региональной команд и из каждой селф-менедженной страны. Далее я бы хотела тоже сделать оговорку. Оговорку о том, что в принципе виртуальные команды, они, как правило, делятся на два таких больших типа. Это команды проектные, то есть это команды временные, где люди организовываются в этот некий ресурсный пул только на срок проекта. И команда постоянная, то есть где люди работают постоянно. То же самое, они могут базироваться в разных местах. Тем не менее, это другой уже тип команд. Я специально отметила здесь этот факт, так как по следующей части вебинара я бы хотела сфокусироваться именно на проектных виртуальных командах. И здесь не то, чтобы методы работы с ресурсами очень сильно отличались бы. Но вы должны понимать, что в операционных, то есть постоянных командах есть свои особенности, скажем так, работы. В частности, например, мотивационные составляющие, фокус на командную работу, на долгосрочные какие-то отношения, он, конечно, будет гораздо больше, чем в проектных командах, где, по сути, человек, он работал и пришел на другой проект, вернулся к себе в свой ресурсный пул обратно. Здесь схематично изображен процесс выделения вот этих вот проектных ресурсов. Итак, на первом этапе я, допустим, как проект-менеджер должна определить, какие ресурсы мне необходимы для того, чтобы реализовать этот проект. После того, как я определилась с набором ресурсов, поняла примерно когда и насколько они необходимы, сколько специалистов из каждой конкретной команды мне нужно привлечь, я отправляю запрос на предоставление этих ресурсов в соответствующие региональные команды. Там уже на месте рассматривается вопрос о необходимости найма контрактов. Так что очень часто так бывает для каких-то крупных масштабных проектов, что, скажем так, ваш запрос команда просто обслужить не сможет. У нас так было. То есть я занимался большой программой по закрытию аудит-поинтов, то же самое там по миру. И, соответственно, для одной из задач нам нужно было 50 человек, скажем, из одной функции. И даже в региональных командах этой функции занимались 3-4 человека в каждом регионе, то есть 50 не было нигде. Тогда мы решили это дело заутсорсить. Пошли в Индию, потому что там дешевые ресурсы, их можно быстро получить, что для нас было мало важно. Соответственно, и наняли там вот 50 человек. Понятно, что их нужно было обучить, показать им там все процессы. Но все-таки, тем не менее, смогли это как-то быстро организовать. И так вот после того, как ресурс, значит, свои задачи на проекте выполнил, он возвращается обратно в пул. Это вот последний шаг здесь изображен. И уже может быть использован, скажем так, на другом проекте. Практический пример, да, такая практическая часть. Вот в качестве практического примера, который бы иллюстрировал работу виртуальных команд, я бы хотела провести внедрение нового антивирусного решения от McAfee, которое называется Endpoint Security. Данное внедрение мы завершили в начале этого года. Сам проект тоже, он длился около года. Внедрение происходило по всем странам присутствия HSBC на всех видосустройствах, включая рабочие станции, ноутбуки, Windows-сервера, банкоматы и прочее. Итак, каким образом работа строилась? То есть на первоначальном этапе мы пригласили специалистов из компании McAfee для того, чтобы они провели, скажем так, анализ текущего положения дел, анализ нашей инфраструктуры, наших политик и прочее. Этап там длился несколько недель. По окончании этого этапа специалисты компании McAfee разработали для нас техническое решение. Это техническое решение включало в себя, во-первых, рекомендации по созданию новых антивирусных политик, требования к инфраструктуре, на которые бы мы развернули вот эти все компоненты для решения от McAfee. И надо понимать, что эта инфраструктура должна была быть установлена во всех региональных дата-центрах, которые обслуживает регион, во всех локальных для каждой селф-менедж страны. Также они разработали для нас, скажем так, стратегию по миграции на новое антивирусное решение. На основании уже их документа я разработала свой проектный план, а также составила ресурсный план. То есть необходимые требования к ресурсам. Когда они нужны, сколько нужно ресурсов, какие команды привлечь и прочее. Если говорить о проектной команде, то основными моими, скажем так, стейкхолдерс, стала команда Windows Protection Team. Это центральная команда, она базируется в Великобритании. Что они делают? Они, в принципе, определяют, какой антивирус должен использоваться у нас в группе, какого рода у нас должны быть политики, уровень защиты, как часто это все обновлять. Они также координируют работу всех региональных команд. Помимо вот этой центральной команды, которая меня и привлекла на этот проект, я тесно работала с командами Windows Protection Team из каждого региона и с каждой self-managed стороны. Тут тоже мы нанимали контракторов для этого проекта. И тут даже, знаете, дело не в том, что у нас ресурсов не хватало, чтобы это обслужить, а иногда контракторов нанимают, потому что какое-то новое решение внедряется, где у текущей команды нет никакой экспертизы. Соответственно, это что значит? Это риски же ваши повышают, что что-то будет непродумано, что-то пойдет не так. И, соответственно, здесь лучше нанять и привлечь людей с опытом, которые этим раньше занимались и эту работу выполняли. Именно мы так и поступили. Мы по одному человеку всего лишь на каждый регион наняли, чтобы они нам помогли это все реализовать. Помимо этого, на этапе реализации проекта мы привлекали команды поддержки серверов, банкоматов, поддержки баз данных, там сетевики работали. В общем, много-много команд всего. То есть на разных этапах этого проекта команда проектная насчитывала от где-то 40 до 50 человек примерно. И я хочу сказать, что, знаете, все ресурсы были чисто виртуальными. Не было такого, что, скажем так, хотя бы 10 человек все сидели в одном месте. Нет, все базировались в разных странах у нас, в разных офисах. И это нам не помешало успешно завершить миграцию более чем на одном миллионе устройств по всему миру, уложившиеся необходимые сроки и бюджет. Так что работа с такими командами может быть весьма успешной. Поехали дальше. Преимущества виртуальных команд. Ну, конечно, первый фактор, мы об этом уже поговорили, это, безусловно, экономия на издержках. Я что только хочу отметить, что это даже не только связано с тем, что ваши удаленные ресурсы, они должны будут непременно базироваться в таких low-cost location. И тогда у вас будет экономия. Вы знаете, нет, вовсе не обязательно. Вот представьте себе такую ситуацию. Вы компания, у вас офис, скажем, в Москве, в Казахстане и, я не знаю, в Белоруссии. И вам нужны, скажем, разработчики или специалисты в команду поддержки, пользовательские. Тогда, что происходит вам в каждой стране? Нужно иметь хотя бы по два человека, которые будут выполнять определенную функцию. Почему? Потому что кто-то заболел, чтобы у человека был бэкап. При необходимости, может быть, у них шифты какие-то между собой будут. Тогда, соответственно, если три страны взять, у вас уже минимум шесть человек по трём разным странам. А если бы у вас был какой-то единый ресурсный пол, то у вас было бы, скажем, сразу, на вскидку, скажу, человека три. И эти три человека обслуживали бы все три страны. То есть, понимаете, речь о том, что численность сотрудников в одной, пусть даже очень большой, виртуальной команде, она, скорее всего, будет меньше, чем если бы у вас были сотрудники, сотрудники, делающими друг друга функциями в отдельном месте. Но помимо этого я, конечно, не беру, что когда у вас сотрудники удаленные, вам там не нужно рабочее место, обеспечивать его прочими всякими вещами. То есть, вы всё равно экономите на операционных издержках в том числе. Второй момент. Он как бы тоже плавно перетекает из первого. В виртуальных командах легче человека заменить. То есть, кто-то уволился, кто-то заболел, кто-то ушёл в отпуск. В таких случаях гораздо легче оперативно получить замену. Потому что это единый какой-то ресурсный пол, где много народу, они друг друга дублируют, бэкопируют, и там проще дела вот эти вот передавать. Третий момент. Знаете, вот я так лично заметила, что вот эти вот виртуальные команды, они экономят время ваше на организацию встреч. Как я сейчас сказала, я вот занимаюсь сейчас больше бизнес-проектами, да, и в бизнесе так не очень активно используются виртуальные ресурсы. Они предпочитают встречи с личным присутствием. И очень жаль. Почему? Потому что я уже заметила, что на каждую такую встречу у меня издержек приходится, ну, как минимум минут 10. Это чтобы просто, понимаете, дойти до переговорной, которая может быть там на другом этаже, там, да, подождать, пока придут все участники, там, уйти обратно, вернуться на свое рабочее место. Вот это минимум. У меня вот где-то минут 10. Соответственно, среднестатистический там project manager, вот у меня, допустим, 4-5 встреч в день. Это что значит? А это 40-50 минут в день на минуточку чистых издержек. В случае, когда вы работаете с удаленными командами, все вообще просто, потому что вы, как правило, осуществляете звонок с своего рабочего места. Никуда не надо идти. Сейчас у всех есть там на ноутбуках камеры, да. Вы просто, вот примерно как сейчас вот мы с вами говорим, вы также спокойно звоните со своего места. Звонок кончился. Вы позвонили, значит, на следующую встречу. Помимо этого, пока вы там звоните, вы можете и работать, да, параллельно, то есть осуществлять какие-то другие там операции. А на встрече с личным присутствием, вот знаете, не всегда и удобно так бывает сделать. Поэтому вот я скажу, в плане встречи эффективность, конечно, тут несравнима. Третий момент. Вот часто я наблюдаю в проектах, когда сотрудники одной из региональных команд делятся опытом с другой. Это может быть какая-то проблема, с которой они столкнулись, задачи, которые они решили, и сейчас там рассказывают, как ее решить другим сотрудникам. То есть постоянно происходит какой-то обмен опытом. Последний момент здесь. Он, конечно, не последний, а просто так выделила, как еще один из моих личных наблюдений. Это, знаете, вот возможности для удаленного сотрудника в плане профессионального роста и развития. Дело в том, что вот будучи, да, сотрудником какой-то организации, если вы удаленно не работаете, то ваши возможности, как правило, ограничены масштабом бизнеса вашей организации в том месте, где вы находитесь. Знаете, если бы я работала до сих пор только на HSBC Россия, а надо понимать, что в России HSBC это вообще-то не такая уж и большая организация, и IT там тоже не так много человек, и тут нет таких крупномасштабных проектов с многомиллионным бюджетом. Так, на минуточку. Так вот, если бы у меня не было вот этого глобального опыта, то вряд ли бы я сегодня здесь с вами разговаривала. Случаи с виртуальными командами для удаленного сотрудника раскрываются очень большие перспективы для профессионального роста и развития. Ну, понятно, что есть и недостатки. И вот о таких недостатках я тоже вам упомяну сейчас. Ну, первый такой, он самый, да, очевидный. Это, конечно, разница часовых поясов. Здесь это особенно сильно проявляется в глобальных проектах. Если команды из Нью-Йорка и Гонконга, скажем, как-то еще можно между собой состыковать, там, да, у них сколько там, порядка 12 часов между ними разница. То есть там кто-то придет пораньше, кто-то идет попозже. Ну, в общем, можно еще что-то придумать. То вот, например, Гонконг и Мексику уже состыковать на одной встрече у нас, как правило, не получается. Там мы используем уже ли какую-то оффлайн-коммуникацию. Только как-то так. Языковой барьер, разница менталитетов. Да, это тоже проблема. Вот, например, я заметила, что на встречах с Латинской Америкой многие сотрудников вообще по-английски не говорят. Нормальным просто не нужно это в повседневной жизни. Вот они не разговаривают. И встреча очень непродуктивно проходит. Потому что если, скажем, когда ты общаешься письмами, там как-то можно перевести через переводчика, еще что-то как-то, то на встречах коммуницировать очень сложно. Там, как правило, один человек, кто из них знает, он переводит ваш вопрос, потом с испанского обратно на английский ответ. Ну, как-то так. В общем, все не очень выходит, честно вам скажу. Разница менталитетов. Это вот прям да. Вот здесь мой пример будет прикликаться с третьим пунктом, где важно организовать контроль за поставленными задачами. И понятно, что любого сотрудника, который удаленно работает, его контролировать сложнее, чем сотрудника, который лично у вас в офисе присутствует. И здесь вот разница менталитетов, она играет большую роль. То есть должен быть определенный майнсет для удаленной работы. То есть сотрудник сам должен быть довольно зрелым, саморганизованным для того, чтобы так работать. С чем мне пришлось лично столкнуться? Вот в той же команде в Индии у нас что произошло? Мы наняли вот этих 50 человек, мы их обучили. И после того, как они приступили к работе, мы поняли, что все очень плохо идет. То есть сотрудники приходили очень поздно, уходили рано, они постоянно там не выходили на связь, пропускали встречи. И это были сотрудники из аутсорсинговой компании, это ни в коем случае не наши сотрудники, то есть они были близки к нашему корпоративному духу, скажем так. И что делать? Нам помогло только личное присутствие. То есть весь год по очереди один из членов проектной команды туда ездил. И вот у нас были такие смены по неделям. Мы по очереди там присутствовали. Я тоже там была. Ты сидишь, действительно смотришь за людьми, постоянно к ним подходишь, они работают. У тебя нет в офисе, но они как-то не очень работают. Мы пробовали эту проблему как-то адресовать руководству их компании, их работодателю. Это ничего не помогало, честно говоря. Поэтому могут быть такого рода проблемы. Последний момент здесь – это несовершенство технических средств. Проблема тоже такая очевидная. Понятно, что когда вы звоните через телефон, через видеоконференцию, вам нужен стабильный интернет. И очень часто так бывает, что либо вы не можете подсоединиться, либо на другом конце человек, вы его там плохо слышите, связь прорывается очень часто, он вообще не смог подсоединиться, потому что его интернет отключили или что-то в этом роде. Так что да, к сожалению, мы все от этого зависим. Так вот, заключительную часть вебинара я бы хотела посвятить способам повышения эффективности работы с виртуальными командами. Первый такой способ, он такой самый важный – это контроль за исполнением поставленных задач. Для этого я использую всегда планировщики задач, такие как таск-менеджеры. Вы знаете, таких систем, в принципе, очень много. Они имеют схожий функционал, схожие принципы работы. Собственно, тут не важно, что вы используете. Мы лично, просто у нас как корпоративный стандарт, используем Jira. Да, вот здесь вот скриншот проведен из софтвера Rike. Я тоже пробовала так в тестовом режиме. То же самое на Jira очень похож, то же самое планировщик. Вот вы можете использовать что угодно, это не важно. Суть в том, что использование такого рода продукта имеет ряд существенных преимуществ. Во-первых, когда вы назначаете задачу на исполнителя, то ответственному исполнителю автоматически приходит оповещение от этой системы по почте о том, что на него назначена задача с определенным сроком. Все, вам не надо больше тратить время на то, чтобы написать отдельное письмо этому человеку, сказать, вот знаешь, там есть такая задача, вам не нужно тратить свое время на чейзеры. Система сделает это за вас. Она как увидит, что срок будет приближаться, она сама напомнит исполнителю, что у него задача не закрыта. Второе. Это то, что все вопросы, обсуждения о ходе выполнения заданий, как правило, пишутся в комментариях к этой задаче. То есть прямо вот в эту систему вы заходите, и под задачей, там, как правило, есть поле для комментариев, не знаю, как в остальных, но в джире точно есть, и вы там прямо пишете, комментируете, вам отвечают. То есть, понимаете, вам не нужно потом искать это все в разных письмах, в разных, я не знаю, каких-то файликах, думать, что вы что-то это упомянули в телефонном разговоре или нет. У вас все в одном месте, у вас все под задачей, весь ход обсуждения, ее выполнения, вся история на отдельной вкладке, кто когда сменил статус, там поменялась ли дата, все это видно. Третье преимущество использования таск-менеджера – это то, что, как правило, эти системы, опять же, джир точно умеет, они позволяют строить отчеты. Отчеты могут быть самые разнообразные, вот какие только вы можете вообразить. Вы можете построить отчет о всех выполненных задачах за неделю, о всех назначенных задачах на определенного наполнителя, о том, какие задачи вам нужно закрыть к определенному сроку. В общем, все-все-все, что вы хотите, как вы хотите, так и настройте. Это очень сильно экономит время, особенно когда вам нужно какой-то МАЙ, какую-то статистику подготовить ко встрече. Вы хоп и вытащили себе отчет. Второй способ повышения эффективности. Он тоже связан с первым. Это использование единого проектного пространства. То есть это такое место, где вы будете хранить всю проектную документацию, все ваши протоколы встреч, там какие-то отчеты о проекте, информацию о нем и так далее. Опять же, потому что у меня корпоративный стандарт Confluence, я использую данную платформу. Я эту платформу горячо люблю. Если вам эта платформа будет интересна, у меня, в принципе, есть готовая презентация на эту тему. Вы просто скажите Диния, и можно потом будет провести отдельный вебинар просто по Confluence. Я расскажу подробно, как именно я использую Confluence для организации проектного пространства. В общем, суть даже тут не в Confluence. Вы можете использовать SharePoint. Вы можете использовать что угодно. Главное – это то, чтобы у вас было какое-то одно место, где вы будете хранить всю вашу информацию, чтобы это не было разбросано по разным источникам, и у вас не уходило бы ваше драгоценное время на поиск разнообразной информации. Confluence сам организован как такой веб-пейдж, как некая веб-платформа. Каким образом я делаю, у меня есть всегда одна страница с таким summary по проекту. Там краткое описание, основные участники, кто чем занимается в проекте, ссылка, может, на какие-то внешние источники, ну, что-нибудь такое. Помимо этого, я всегда публикую протокол встречи тоже в Confluence, вот эти вот meeting notes. Знаете, когда еще мы Confluence не пользовались, я какое-то время meeting notes рассылала в почте. Это было очень неудобно, потому что письма люди не читали, они терялись, я сама очень долго не могла найти нужное мне письмо. И потом появился SharePoint. Это уже лучше стало, хотя бы у меня какое-то единое место появилось, куда я могла эти результаты встречи выкладывать. Мне не нравился вот сам концепт того, что мне нужно файлик создать, его туда залить, и всем потом ссылку отдельным письмом написать. Вот в Confluence совсем все по-другому. Там уже есть готовый шаблон. Вы туда пишите, да, скажем, список участников носите, носите кратко, о чем была встреча, и прямо там же назначаете задание на items, на участников. Все, вы публикуете эту страницу, система сама автоматически по почте всем отправит участникам оповещение о том, что meeting notes опубликованы, они готовы к вашему просмотру. Им просто нужно кликнуть на ссылку в письме, и они появятся у них в браузере. Это очень удобно. Помимо этого, тем участникам, на которых назначены задачи, пройдет отдельное письмо, там прямо в теле письма будет указана, какая задача на них назначена, и когда они ее отработают, то они просто зайдут опять же. Так, что-то у меня тут сорвалось, прошу прощения. Так, прошу прощения. Вот несовершенство технических средств, к сожалению. Никуда от этого не деться. Я надеюсь, что сейчас снова видно. Чувствую. Да, и после того, как они отработают эту задачу, они зайдут, нажмут на галочку, да, и, соответственно, закроют эту задачу. Вы потом сами сможете отслеживать, какие задачи у вас закрыты. То есть не надо никого чезить, не надо никому отдельные письма прислать, там сделано это, не сделано. В принципе, все будет доступно для вашего просмотра. Вообще, вот с появлением конфлиенс-аджира в моей жизни необходимость фисмах, она, знаете, минимизировалась. То есть уже не нужно что-то там отдельно людям писать, все в системах, и я считаю, что это очень удобно. Communication Plan, да, вот такая вообще, казалось бы, базовая вещь. Здесь я хочу сказать не о том плане, где вы описываете, каким образом вы будете отчитываться перед своими спонсорами по промежуточным результатам или, скажем, каким образом вы будете коммуницировать какие-либо изменения, релизы и прочее. Здесь вот идет о нашем внутреннем расписании речь, о том, как часто члены проектной команды должны давать вам апдейты по статусам задач, какие каналы связи вы будете использовать. Здесь вот речь больше об этом. Вот это такая базовая вещь, но она очень важна. Я все равно ее здесь выделила, как отдельный такой поинт, потому что, скажем, вот у вас какая-то первая встреча из еженедельной серии встреч с участниками, вам просто обязательно нужно подтвердить со всеми участниками, что это время их устраивает. Несмотря на то, что вы нашли, скажем, там свободный слот в календаре для всех, вы не знаете, может быть, у других. В этот день есть ряд тоже, скажем так, таких трудоемких встреч, и они просто к вашей встрече не успеют подготовиться, например, должным образом. Или у них там, например, ланч обычно в это время, поэтому велика вероятность, что они вашу встречу будут часто пропускать. То есть нужно найти какой-то такой компромисс, компромисс, когда все могли бы закоммититься на определенный повторяющийся еженедельно временной интервал. Второй момент. То есть по возможности ваши видеоконференции должны стать основным каналом связи. Это важно, потому что это гораздо более эффективнее, чем звонки по телефону. На звонках по телефону совершенно уходит вот этот элемент невербального общения. Вы не видите, не можете оценить реакцию собеседника на многие ваши высказывания, на какие-то задачи, которые вы ставите. И уже на практике это подмечено, что видеоконференции в разы повышают эффективность коммуникации. Третий момент. Я уже говорила о разнице часовых поясов, о трудности, вот этой организации. Иногда, когда у нас глобальная реализация, я каким образом устраиваю свои митинги. Я делаю по одной встрече в день на каждый регион. Скажем, понедельник у меня встреча, где люди из схожих часовых поясов, скажем, Северная, Латинская Америка. Вторник это может быть азиатский регион, даже Индию, может быть даже и Турцию. Как-то так. То есть разбивать по дням, чтобы все участникам было комфортно. Четвертый момент это планирование на коротких участках времени. Кто работает по методологии Agile, скорее всего, так и делает. Я же просто, наверное, здесь поделюсь своим опытом, как лично я выстраиваю процесс планирования в принципе своих проектов. Как правило, в каждом проекте у вас будет ряд так называемых milestones, которые должны быть закрыты к определенному сроку. Я вот беру вот этот вот долгосрочный, среднесрочный отрезок и разбиваю на краткосрочные задачи. И планирую, как правило, вот по одной неделе. В итоге у меня получается некий набор задач, которые нужно закрыть к той или иной неделе. Безусловно, эти задачи я также выставляю раз в неделю в Task Manager. Далее мы с нашими участниками подсоединяемся на нашу ежедневную встречу, открываем этот Task Manager и проходимся по этим задачам. По окончании звонка я закрываю эти задачи, добавляю новые и так далее. Ключевой момент заключается в том, что я не добавляю в Task Manager сразу все задачи, которые только могут быть в проекте. Я добавляю только те, которые нужно закрыть к этой неделе, к следующей неделе, чтобы команда могла именно на них сфокусироваться, не рассеивать свое внимание на тех задачах, которые должны быть закрыты через год. в становлении личного контакта. Это такой последний момент, который я бы хотела осветить в этом разделе. То есть это некая, знаете, мотивационная составляющая. Здесь вот я написала на слайде, что член виртуальных команд часто чувствует себя ресурсами. Это действительно так. Видите, я даже часто использую слово ресурс сама, потому что к этому привыкаешь. Ты человек временный, да, отработал, вернулся назад в свой пол. И как-то ты не так сильно мотивирована, скажем так. И не то чтобы это уж очень плохо, но зачастую в процессе жизни проекта возникает, знаете, необходимость неких вот сверхусилий. То есть вам как проектному менеджеру нужно, чтобы члены проектной команды как-то неформально подошли к своим обязанностям, сделали что-то, что в их обязанности может быть не входит, или о чем вы с самого начала не договаривались. Где-то вам нужно договориться о приоритизации именно вашего проекта. И вот в таких случаях у вас должен быть личный контакт налажен с участниками проекта. Для того, чтобы его наладить, да, очень помогает любого рода неформальное общение. Я, как правило, вот когда подсоединяюсь на встречу, да, жду вот остальных участников, я всегда там разговариваю, да, вот с первыми подсоединившимися на какие-то темы, не связанные с работой, да, там это вот. Кто-то планирует делать выходные, там, да, обсуждение каких-то там внешних событий, ну, так, на короткие, скажем так. С некоторыми участниками у нас бывают регулярные one-to-one митинги, да, где мы просто, скажем, по 15 минут встречаемся, просто обсуждаем какие-то там проблемы, может быть, которые возникли, да, как мы их можем решить, ну, что-то в этом роде, ну, вот. То есть не стоит воспринимать это как пустую трату времени. Это своего рода инвестиции, инвестиции в отношения, которые так или иначе влияют на конкретный результат вашего проекта. Спасибо, коллеги. У меня все, да. Вопросы, вопросы вы можете мне прислать, по электронной почте. Вот здесь я оставила, да, каналы для связи со мной. Также эти материалы будут доступны для просмотра. Для просмотра будет доступен рекординг, я надеюсь. Спасибо всем. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok